Как далеко может зайти человек, на что он готов ради своих идеалов? Мировая история знает много примеров человеческой жестокости во имя единой цели. Как бороться с агрессивными и антигуманными проявлениями идеологий, когда на их стороне новый инструмент – даркнет? Может ли современное общество отразить агрессию и что угрожает нашему мирному завтра? Появлением такого течения, как нацизм, современная философия обязана Гитлеру, чистота нации, антисемитизм, ксенофобия, шовинизм и гомофобия – общеизвестные черты, характеризующие нацистское движение. Нацизм – тоталитарная форма правления, подразумевающая одну веру, одного вождя, одно государство и одну нацию. Несмотря на запрет, нацизм продолжает свое существование даже спустя многие десятилетия после смерти идейного лидера. Основной внешней идеей современных неонацистов по-прежнему является борьба за чистоту расы. Однако об истинной сути той идеологии, которую молодые приверженцы питают, мало кто из них задумывается. Дело даже не в сути самой идеологии, хотя в общем-то здесь это очень близко к радикальному исламу. Смысл того, что, ну как бы сейчас, да простят меня молодые люди, в общем-то в обществе некоторый инфантилизм. Из-за этого инфантилизма хочется тянуться к чему-то, что кажется сильным, что кажется таким отцовским. Расцвет идеологии, крепко пустивший корни в общество, относится к середине прошлого века. Кульминацией стала Вторая мировая война, а главными именами Гитлер и Муссолини. Хотя национал-социалисты были новой организацией, истоки нацистских идей сложны и уходят корнями в немецкую историю 19 века. Водвигается примат одной нации или одной расы над другими, и приоритетное ее развитие, создание для нее благоприятных условий жизни и существования за счет других. Вообще вот эти идеи приоритета одной нации над другой, они и в социологической, и в психологической науке имели место. И в таком направлении, как социал-дарвинизм и социология, как раз речь шла о том, что некоторые расы и некоторые нации являются превосходными над другими, соответственно, могут жить за счет других и, в общем-то, пользоваться результатами труда других, не трудясь самим. И вот именно эти идеи социал-дарвинистов легли в основу дальнейшего развития, получили свое дальнейшее развитие в трудах Гитлера и вот в формировании национализма как идеологии. Пару десятилетий назад праворадикальные молодежные группировки, известные как скинхеды, разворачивали свою деятельность довольно широко. Сегодня неонацизм не так глобален в стране, но через сеть интернет продолжает заражать максималистски настроенных молодых людей. Опять возникает вопрос критичности мышления подростков. А я защищен кем? Я защищен зачем? И вообще я с какой целью здесь нахожусь? Вот сказали, я должен это сделать. Если я не сделаю, я не принадлежу сообществу. А мне же уже без него не хорошо. Это уже моя рефрендная группа. Она меня поддерживает. Я разделяю ее взгляды. Пусть я даже этими взглядами заразился. Имеет все черты, если угодно, секты. Потому что, да, обособленность от других людей есть деление. Мы, есть они. Есть особый язык. Есть, если угодно, культ вождя которого. Этого уже достаточно. Это, в принципе, признаки секты. А там критическое мышление, к сожалению. Особенно, когда там много народа, оно отключается напрочь. Подтверждают это и сами участники подобных группировок, которые неизменно разочаровываются и в идеологии, и в практике того, что однажды показалось им сильным, правильным и героическим. Когда я, скажем так, дорвался до интернета, прочитал про скинхедов, мне понравилось. Я чувствовал себя после того, как стал скинхедом, социально значимым, касаемо моих единомышленников в этой ситуации. Многие про меня даже просто не вспомнили. Неожиданное отсутствие поддержки от бывших единомышленников стало первым переломным моментом по признанию самого Артема. Пропало чувство единства и силы защищенности. Он почувствовал фальшь тех догм и лозунгов, за которые пару лет назад стоял сам. Вместе с теми, кому так же, как и Артему, понравились постулаты неонацизма, он организовал в Сапожке группу, которая проводила силовые акции. Вылавливали выходцев из стран ближнего зарубежья, применяли к ним силу, а ролики снимали на телефон и выкладывали в сеть. Спустя время врагами стали считать и, соответственно, также наказывать представителей субкультуры Антифа. Артема и его единомышленников арестовали. Суд состоялся в январе этого года. Условный срок за преступление экстремистской направленности наказание довольно легкое. Такое решение судьи обусловлено во многом и тем, что сам подсудимый явно разочарован в своих действиях и настроен исправить и свою жизнь, и былые ошибки. Планирую восстановиться на учебе, получить водительские права, две категории. Потом стать строителем, поскольку у меня был уже опыт в строительстве, в работе. И, поверьте мне, созидать что-то – это куда лучше, чем что-то разрушить. К сожалению, влияние Даркнета на молодые неокрепшие умы сильно. Красивые призывы встать на путь очищения нации во имя будущего страны все так же цепляют энергичных, но не сформировавшихся как личности людей. На тематике, которая псевдопатриотична, очень просто манипулировать. Если ты патриот, ты можешь доказывать это делом. То, что ты можешь сделать для страны, да, ну, допустим, не обязательно речевки делать. Если ты можешь выполнить свою работу для того, чтобы было хорошо в твоей стране, выполни. Артему 23 – у него серьезный настрой. В ближайшие годы он станет строителем, а эта история многому его научила. Возможно, его пример станет показательным для тех, кто стоит на грани ошибки и в опасности втянуться в разрушительную и ложную субкультуру. Позиция – это штука такая, к ней можно прийти, а можно сразу схватиться и наломать дров. Поэтому я советовал бы молодежи пропускать через голову то, что читаешь, и не повторять моих ошибок.